Друзья, я вас приветствую на канале Осложенном Простом. Сегодня будем говорить про производительность, про тестирование, будем говорить про инструменты, которые позволяют это тестирование произвести, и перед тем как начать я прошу вас подписаться на канал, напоминаю, что у нас канал не только на YouTube, скоро будет переходить только на Zen. В общем, ссылки в описании, подключайтесь, принимайте участие у нас в Telegram канале, все, поехали, не будем тормозить. Итак, друзья, мы будем говорить про тестирование, и в частности мы будем говорить про то, какие вивы есть для этого тестирования. И остановимся только на одном, для начала давайте определимся для чего делается тестирование, тестирование делается и для того, чтобы выявить ошибок, ну вообще работает ли ваша программа правильно или нет, дальше работает ли ваша программа правильно без утечек памяти, то есть тестирование на утечке памяти, дальше мы смотрим, какое количество запросов ваша программа может обработать, это производительность вашей системы и возможные перспективы роста. То есть, если, допустим, количество пользователей будет увеличено в связи с какими-то рекламными акциями или еще какими-то масштабными изменениями в количестве посетителей на ваш сайт, вот сможет ли ваша программа выдержать это, это как раз тоже проверяется тестировано. Сегодня хотелось бы поговорить именно про тестирование на производителя. С силой того, что и бывает на самом деле несколько видов, вот поэтому. Итак, первый вид – это тест на работоспособность, называемый смог-тест, когда за короткий период времени происходят небольшие нагрузки на ваш, ну, например, API, и это обычно позволяет выявить основные, да, базовые, может быть, какие-то бизнес-процессы, которым ваше приложение управляет. Это происходит быстро, я имею в виду тест на работоспособность, и поэтому его обычно интегрирует непосредственно прям вся ICD, то есть система публикации до конечного пользователя, чтобы за этот короткий период проверить работоспособность вашей системы основной. То есть, некоторое количество тестов, небольшие там загрузки, прогнали вместе с юнит-тестами, ну, гарантия почти стопроцентная, что ваша система не упадет, во всяком случае, там, на первоначальном старте, например. Следующий вид тестирования – это нагрузочный тест или лоу-тест. Суть сводится к тому, что за достаточно долгий период времени производятся нагрузки с периодичностью больших, маленьких, сильных, сложных, на сложные методы, на простые методы, большое количество пользователей, маленькое количество пользователей. То есть, как себя программа ведет в нормальной жизни, то есть, всякие разные бывают нагрузки, бывают разное количество пользователей. И здесь уже говорится не об одном пользователе, как, например, в смок-тесте, то есть, роботоспособность, когда проверяется, на предмет вообще работает или нет. Но тут производится тестирование на количество пользователей, на количество переданных данных. В общем, вот это, ну, такой нечасто производимый тест, но иногда желательно его делать, особенно, когда ввели новую фичу, запустили, прогнали, посмотрели, как она работает. Следующий вид – это стресс-тест. Ну, сводится к тому, что вводится на долгий период огромная нагрузка. Ну, то есть, если у вас там 50 методов, то на все 50 методов натравливаются сотни пользователей, и они все по максимуму давят на систему, если так можно выразиться. И если система ваша падает, ну, в общем, вы тогда будете знать, какой у него порог. И есть еще один вид теста, когда, ну, так называемый шип-тест или спайк-тест, когда очень резкое повышение на очень короткий период. Ну, бывает так, что система не успевает освободить ресурсы или еще что-то типа этого. Тогда вот этот шип-тест, ну, то есть, да, спайк-тест, он позволяет проверить, насколько система ваша после высокого перепада может освободить ресурсы, там, нет при утече памяти, все ли отработало верно, не попадали запросы. Ну, в общем, это такой тоже один из тестов, который достаточно сильно говорит о том, что ваша система стабильна. Ну, и еще один тест, который называется тест на впитывание. Это, наверное, самый важный тест, на мой взгляд, потому что он проводится в очень долгий период, прям в очень долгие, там, часы, может быть, даже сутки, когда средняя нагрузка, и, собственно, вы запускаете на большой промежуток времени, ну, обычно 24 часа или 48, средняя нагрузка позволяет определить, как ваша система впитывает память, это такое, наверное, не очень правильное выражение, то есть, как система ваша работает с ресурсами, утекает ли память, кончается ли место на диске, ну, вот такого типа, то есть, так называемое впитывание. Ваша система должна работать не впитывая не в память, в смысле, не память, не ресурсы, а работать просто стабильно, и вот этот тест как раз определяет, насколько в долгосрочной перспективе можно положиться на вашу систему, на ваш сервис, на ваш API, который не сожрет там всю память и все такое. И если говорить об инструментах, которые позволяют, собственно, реализовывать вот эти все тесты, я хочу предложить вашему вниманию К6 от разработчиков Grafana. В общем, это штука, которая позволяет вот эти вот все виды тестов делать, не то чтобы прямо из коробки, но очень, это на самом деле гибкая система, и запускать можно все ACD, и разные типы нагрузок делать, мы сегодня проделаем некоторое количество тестов. Удобная штука, простая, на мой взгляд, в использовании, очень гибкая в настройке, ну, в общем, вот такие вот примерно тесты она выдает, и здесь очень много параметров, которые можно там бесконечно обрабатывать, мы остановимся на некотором количестве, в частности, на HTTP Request Duration, который говорит, какое время выполнялся ваш запрос, и HTTP Request C, то есть какое количество запросов обработала ваша система. Ну, и нужно говорить про такое понятие, как пенсель, персентель, в общем-то, который говорит о том, то есть, с какой вероятностью ваша система упадет за определенное количество... ну, в общем, давайте, не буду грузить вас терминами, будем говорить по-простому, опять же, помету я о том, как называется наш канал. В общем, будем смотреть, какое максимальное количество тестов, на каком уровне держится нагрузка, чтобы система ваша работала нормально, ну, на данном слайде, на данном тесте, если говорить про нагрузку, то здесь у нас все очень просто, у нас есть HTTP Request Duration, то есть среднее выполнение, уж какой-то сервис выполнялся в 205 миллисекунд, и это 205 миллисекунд персенте 95-й, потому что был у нас всего один запрос, и, в общем-то, у нас был один пользователь, то есть один поток, если хотите, из одного максимальных, ну, на самом деле, мало о чем это говорить, но это больше, наверное, отнести к нагрузочному тесту, ой, нет, грубо, это можно отнести к тесту, который называется одноработоспособность, то есть один метод дёрнули, он отработал, отлично, досвидос, дёргаем следующий, переписываем все, которые нам важны, запускаем все ICD, проверили, все работает, отлично. И, надо сказать, для сегодняшних упражнений Visual Studio практически не потребуется, будем все писать в текстовом редакторе, к тому, что мы будем писать на JavaScript, надо сказать, что все скрипты практически описаны уже на сайте производителя K6, поэтому я, может быть, даже и буду копировать, чтобы не изобретать велосипед, и, в общем-то, нам нужно просто какой-то проект, над которым проводить эксперименты, вот сейчас запустим Visual Studio и создадим этот самый проект, я буду использовать микросервис-темплейт, тот, который, в общем-то, вы можете тоже скачать и установить, ну, вы можете любой проект использовать, если у нас есть, по-моему, этот, в принципе, вход не потребуется. Итак, у меня есть Identity Service, то есть это API, Swaggers, OpenID Dict, встроенный шаблоном механизмом проверки аутентификации, я хочу показать при использовании K6, как это подключать, и вот он сейчас создается, давайте проверим, что он запускается. Ну вот, первый старт занимает какое-то время, это, опять же, только для экспериментов. Ну, в общем-то, вот мой проект, вот, что нужно сделать, допустим, чтобы посмотреть, а, ну да, смотрите, я сейчас вот что сделаю, здесь, допустим, 0, допустим, 10, мне нужны какие-то данные, так как это все запускается в памяти, я не авторизован, давайте авторизуемся, окей, да, хочу, да, закрыть, и теперь выполняем запрос, так, ну вот, в моем экспериментальном, в общем-то, API сейчас нет данных, давайте тогда немножечко воткнем сюда каких-то датных, ну, например, вот так, вот так, сколько их, чтобы 10, воткнем, чтобы было хоть каким-то образом. Правда, конечно, все работает из памяти, и не сильно скажется на производительность, потому что в базу данных как таковую лезть не потребуется, но, тем не менее, нам не суть важна, какой мы проект тестируем, я хочу показать механизмы и способы тестировать. Вот у нас есть какие-то данные, мы будем дергать эту страницу, хотя можно дергать эту страницу прямо с лагера, но я думаю, что это нецелесообразно. Итак, у нас проект запущен, он в памяти, надо просто не забыть, что, в общем-то, мне может потребоваться. Ну, давайте, я тогда не буду его включать, иначе мне придется каждый раз запускать создание вот этих записей. А, на чём его нужно начать? Ну, и с чего бы хотелось начать, давайте найдем наш проект, вот он, он запущен, я, давайте прям в этой папке я создам новую папку, назову её, там, юнит, нет, это у нас не юнит, это как раз тестинг, пусть так и называется, тестинг, нет, давайте назовем её скрипт, вот, ну, что может быть, здесь разные скрипты, и нам, собственно говоря, первым делом нужно создать новый какой-то скрипт, давайте я вот таким вот образом его создам, давайте basic какой-нибудь тест, и пусть называется JS, да, хочу поменять, вот, и я открою вам специальное приложение, которое называется Vizho Studio Code, вот так вот его расположу, вот этот вот расположу, допустим, вот здесь, в этом окошечке, мне будет, да, удобно. Вот, ну, и смотрите, первое, что нужно сделать, я обычно делаю это вот таким вот образом, открываю К6, если вдруг вы ещё не знаете какой адрес, здесь есть документация, здесь есть installation, я обычно, ну, один раз, выполняю вот этот вот install, Winget использую, сегодня Windows 11, возможно, вам потребуются какие-то другие варианты, в конце концов, вы можете напрямую скачать его, вот здесь вот есть, где-то, 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 инсталяшка можно скачать официальную сайту, то есть запустить, ну, в общем, на самом деле, не важно, как вы установите его, теоретически, главное понимать, что, когда вы это сделаете, то у вас появится в терминале, ну, или, как, что вы там используете, в PowerShell, написать К6, нажимать Enter, и вы увидите вот такую штуку, это значит, что эта система установлена в вашу систему, в общем, К6 установлена в вашу систему, и можно, в принципе, приступать, давайте эту окошку поставим здесь, и еще вернемся снова на сайт, где он, этого, собственно говоря, К6, и найдем здесь, где-то есть простые тесты, сейчас я найду, ранен К6, вот, в общем-то, что нужно для того, чтобы его запустить, ну, вот этого вот скрипта достаточно, чтобы его запустить, я вот этот BasicTest вот сюда так прям ставлю, смотрите, у меня есть вот адрес, который буду тестировать, но надо понимать, что у меня здесь есть еще и мой адрес, я вот говорил, что у меня будет, давайте вот так вот скопируем, сверну, здесь вставлю этот, собственно говоря, адрес, и вместо вот этого напишу API items paged, ну, вот этот адрес именно тыкал, я, давайте еще раз покажу, вот он, event items paged, вот, и, соответственно, сейчас я нажму сохранить, и, соответственно, могу этот скрипт, ну, давайте для начала посмотрим, где мы находимся, так, все правильно, и для начала я могу вызвать этот тест, который только что создал, ранен, ну, у меня есть возможность нажать Ctrl-пробел, чтобы он подставил единственный скрипт, я его запустил, вот он выполнился, ну, и, собственно говоря, здесь у нас те же самые, что, в общем-то, были на слайдах информация о том, что дюрейшн, смотрите, 28 миллисекунд, и, собственно говоря, так как у нас был один реквест, то, в общем, вот такой вот, уже все, как бы, заработало из коробки, давайте теперь проделаем некоторый рефакторинг, но, в частности, я хочу вот эти вот настройки вынести в отдельный файл, давайте создам новый файл, пусть он называется как-нибудь, ну, здесь же, да, config, например, JS, и здесь я хочу создать const, ну, допустим, API URL, например, какой-нибудь, и написать, что он у меня равен, ну, я вот отсюда вот перенесу, прям, просто чтобы это одно и то же, не писать во всех местах, и это будет, где первый констант, я не скопировал правильно, HTTP, второе, const, будет, API, ну, адрес, наверное, так, ну, это у меня будет конкретный адрес, давайте пока вот так вот напишу, и это будет event-paged, я вот так хочу сделать, то есть, API URL плюс вот этот вот event, так, ну, да, давайте вот так сделаем, paged, и я назову его event, пусть будет paged, вот так вот, вот, ну, и мне это нужно все экспортнуть, чтобы у меня это как бы заработало, так, это будет вот в таком виде, и будем мы экспортировать API event-paged, вот, соответственно, теперь мне нужно это как-то загрузить, пусть будет импорт, в частности, я возьму все, как config, ой, как config из, как раз тот самый, ну, вот так вот напишу, точка, slash, config.js, ну, и, собственно, теперь я могу это заиспользовать, и мне здесь достаточно написать config.api event-paged, и я могу это еще раз выполнить, так, не работает, наверное, я где-то обманулся, event-paged, slash, наверное, все-таки JS нужно записать, сохранить, и давайте, ой, еще раз выполним, да, в общем-то, вот таким вот образом я перенес все в config, теперь мне можно будет создавать новые тесты, итак, basic, ну, я, наверное, его скопирую, потому что я буду создавать новый тест, и первый тест, который мы создадим, этот называется, smoke-test, то есть ртб-способность, в общем-то, относительно к вашему методу, который мы будем тестировать, давайте сохраним сразу файл с именем smoke-test.js, давайте вставлю сюда то, что скопировал, и теоретически мне здесь нужно просто создать конфигурацию, ну, надо сказать, что все эти тесты, все виды тестов, они задаются через конфигурацию определенным образом, вот K6 умеет это делать таким образом, что просто меняя конфигурацию, вы будете менять типы тестов, и для того, чтобы здесь создать экспорт, пусть будет конст, пусть будет options, равно, новый объект, и здесь мы будем создавать разные конфигурации, для смок-теста я говорил, что это маленькое количество юзеров, ну, юзеры, здесь, наверное, мое сугубо личное, какой-то перевод, там немножко посложнее, ну, юзеры, поток, если хотите, выводи так, пусть будут юзеры, то есть я буду использовать эту терминологию, значит, мне нужен один юзер, мне нужно указать duration, ну, пусть будет, допустим, одна минута, и, ну, понятное дело, что можно и 30 секунд указать, давайте 30 секунд укажем, чтобы было быстрее выполняться, то есть 30 секунд, ну, и еще есть такое понятие, как границы, да, то есть threshold, как они, threshold, по-русски так, господи, границы, да, вот это то, что будет обозначать, прошел у вас тест или нет, вы указываете какие-то границы на выполнение теста, то есть там количество времени потрачено, или там количество реквестов, или что-то типа этого, ну, я вот средств, нет, я пропустил, собственно, здесь мне нужно тоже выбрать параметр, на который буду ставить границы, это будет http, request, duration, наверное, пусть будет duration, и я буду ставить, ну, тут тоже некоторые параметры задаются, я вот таким вот образом скажу, что у меня персентль, который будет 95, должен быть меньше, чем, допустим, 1000 миллисекунд, и в данном случае речь идет как раз вот про вот эту вот величину, здесь она у меня 44 миллисекунды, но вот как раз вот это вот я и задал, это я задал вот здесь, ну, смотрите, сейчас, допустим, если я запущу этот тест, и давайте я вам покажу, что тест будет выполняться, вот, в общем-то, мой API, вот здесь давайте сделаем очистку, смог тест выполнить, смотрите, у меня запустилось выполнение, но я здесь вижу ошибку, респонс, вот, security token is missing, в общем, как бы тоже одна из проверок, да, когда у меня запросы летят, они прекрасно выполняются, и на самом деле очень быстро, ну, реальный запрос база данных не происходит, ну, вернее, вообще не запрашиваются никакие данные, потому что у меня нет токена, давайте я покажу, как подключить токен, и будем его использовать, ну, хотя первый вариант это отключить, в общем-то, авторизацию прогнать, ну, так на продакшене не делается, в общем, это глупо на самом деле, вот, ну, и смотрите, за 19 миллисекунд у меня отработало security token not, в смысле, не провалит, то есть его нету, не предоставлен, поэтому, как бы, запроса-то и не было, но вот, если говорить про OpenID Dict, про AOS 2.0, то оно работает очень быстро, 19 миллисекунд на запрос, и к тому вопросу, что как-то все проверяется, как-то работает, я думаю, что некоторым тем, которые спрашивали про то, быстро ли вот систему аутентификации и валидации, я думаю, что быстро. Давайте подключим, собственно говоря, этот использование токена, и запустим уже тест правильно. Самой К6, сейчас я покажу, у меня есть несколько способов авторизации, например, вот простой способ аутентификации, когда параметры передаются вот в этом месте, есть AOS 2.0, спецификация, когда он подключается, делается запрос, специальный токен подключается, сохраняется, используется, ну, я оставлю это на вашей совести, а буду использовать простой способ, когда просто прямо в сам реквест, в данном случае вот здесь, я подставлю существующий токен при помощи параметров, ну, вот здесь вот вы видите, credential request options, и я прям сюда подставлю, чтобы этот, а токен получу вот отсюда, вот прям вот здесь вот я когда авторизовался, так, где-то тут был, вот, network, ну, в общем-то, это можно сделать еще раз вот таким вот способом, раз, и вот он токен, я могу скопировать и вставить, собственно говоря, куда мне нужно. Я просто сделал по-простому, чтобы, опять же, все было многопонятнее, но были сложные варианты, вам уже придется изучить самостоятельно. Итак, я копирую этот токен, вот, опс, не попал, давайте еще раз попробуем скопировать, вот таким вот образом, control c, и теперь этот токен добавлю вот сюда в параметры. Что для этого нужно сделать? Можно создать объект, ну, давайте вот так вот сделаем, headers, сделаем вот таким вот образом, accept, здесь мы будем принимать application.json, здесь напишем autorization, главное не опечататься, двоеточие, и здесь напишем vr, способ авторизации вставим тот самый токен. В общем-то, вот сейчас запросы должны лететь, правильно? И я предлагаю это проверить, давайте откроем, и запустим. Так, что-то у меня не получилось, видимо неправильный запрос, page-index не указан, да, совершенно верно, это уже не проблема k6, давайте ее установим, и дело в том, что где у меня браузер, вот, у меня здесь указываются обязательные параметры, и я их просто не добавил, давайте добавим обязательные параметры в строку подключения, и где мы, вот она, и сюда, и сюда, ой, где мой конфиг, вот он. Добавим сюда как раз вот эти самые параметры, которые требуются для того, чтобы запросы полностью заправить. То есть мы запрашиваем страницу, а какую и сколько они указывают, я сохранил, я закрыл, и заново запускаем, и теперь уже смотрим на правильное выполнение, в общем-то, вот, полетели запросы, реальные, настоящие, с авторизованного, с запросами, которые авторизованы. Так, ну, в общем-то, у нас все подходит к концу, давайте подождем еще 30 секунд, все, закончилось. Ну и надо сказать, что вот тот самый перцентель, который я указывал, где-то вот здесь, вот, меньше 1000, у меня сейчас этот самый перцентель 5х19, запросов у меня получается 30 было выполнено одним пользователем, ну, за каждые по секунду, потому что мы делали слип здесь вот одна секунда. В общем, вот это вот, как бы, такой смок-тест простой, что он выполнился, все прошло, все чудно и замечательно, прям, можно таких адресов поставить несколько, которые, как бы, покрывают бизнес-логику ваших бизнес-процессов, и тем самым проверить, что они работоспособны, готовы к выгрузке на продакшн и все такое. Дальше, собственно, говоря, больше, давайте вернемся в презентацию и посмотрим, какой следующий вид тестов, этот вид тестов называется loadtest, в общем, нагрузочный, здесь будем уже другие, собственно говоря, параметры добавлять, давайте сделаем это. Ну и я не буду изобретать велосипед, я прошу прощения за то, что я все скопировал, создам новый файл, сохраню его под именем loadtest.js, ставлю сюда содержимое и, соответственно, здесь уже просто укажу другие параметры, оставив все остальное то же самое. Здесь, соответственно, мне уже побольше потребуется данных, вернее, даже не побольше, а другие, здесь нужно указать стейджи, то есть, как-то, подходы на уровне стейджи, те, которые будут производить непосредственно нагрузки. Так, это я неправильно, это должно быть, сейчас покажу, что это должен быть какой-то массив данных, соответственно, здесь нужно указать, ну, duration, то есть, сколько он будет происходить, тоже, на самом деле, эти значения могут варьироваться по-разному, в зависимости от того, какой у вас функционал, как вы хотите его протестировать, насколько жестко, и также мне нужно указать target, ну, в общем, будем говорить, что это тоже такой параметр, который вы можете подобрать относительно того, чего и как вы хотите протестировать. Дальше пусть будет 10, дальше пусть будет, допустим, 30 секунд, но уже, допустим, 20, здесь пусть будет снова 5, но 20, ну, в общем, вот такими вот переборами и падением, то есть нагрузками, так, если можно вырезать, можно 30 теоретически, я сейчас не буду много ставить, потому что это, как бы, сугубо личный подход, вы знаете, для чего ваш сервис нужен, какие функциональные он нагрузки должен нести, и какое количество посетителей вы от него ждете, поэтому, как бы, вот, вот, как-то вот таким вот способом делается, пусть будет 5, здесь будет 20, здесь будет опять 5, и здесь будет, пусть тоже 5 и 5, и 3, нет, пусть были 5. В общем, здесь нужно запятую поставить, вот, вот как-то вот таким вот образом это все создается, я нажимаю сохранить, здесь нужно еще поставить одну запятую, у меня ошибка показывает, слово сохранить, и, ну, давайте выполним этот тест вот пошел тест давайте проверим что он выполняется выполняется в общем две минуты я нащелкал давайте перемотаем ну и вот результаты нашего теста давайте посмотрим поближе так у нас было максимум минимально пользователей минимально актеров да скажем так было 5 максимально было 20 ну да было 20 все верно и средняя дюрэйшн у меня был 31 миллисекунда максимально в общем так вот 234 средняя на 90 процентной отметки было 74 это очень хорошие показатели на самом деле то есть система работает работает быстро и теперь время создать еще какой-нибудь следующий к следующий тест у нас стресс то есть но тут как я уже говорил очень высокая нагрузка и на очень долгий период давайте этим сделаем и этот тест для этого я создам уровень скопирую все создан новый файл назову его стресс но здесь нужно уже немножко другие параметры задать и давайте побольше нагрузку таким новым давать но параметры же будут вот так и 10 будет 10 допустим ты 100 пусть будет 200 пусть будет 200 пусть будет 10 смотрите друзья тут на самом деле можно поставить 5000 миллион но все зависит от того насколько мощная ваша машина теоретически можно ее вообще загнуть и она свернется и тесты вас не пройдут имейте ввиду что ваши ну то есть машины разработчиков обычно немножко слабее чем допустим серверные какие-то ресурсы поэтому имейте ввиду здесь можно так доэкспериментироваться что просядет и ваш компьютер и ты результатов теста вы в принципе не увидите но вы смотрите давайте я запущу вот тут я опять же поставил небольшое количество по времени но обычно на стресс-тест ставится там минуту две минуты пять минут большая нагрузка но опять же этого когда на вашей совести можете экспериментировать как хотите так ран и мне здесь нужно выбрать стресс-тест давать его запущу посмотрите я штаб минута пятьдесят ну пусть давайте опять перемотаем ну и вот перед нами результаты давайте посмотрим почему здесь не получилось смотрите я сделал большую нагрузку и теоретически вот у меня какой-то запрос видимо не ответил потому что мы ждали больше чем три секунды ну в общем эти цифры достаточно большие надо понимать какая-то работа и система отметила здесь как вы видите красненьким и сказала что что-то у нас где-то свалилось то есть моя компьютер с большом колесом горшков так как говорится не потянул мои заданные параметры и в общем имейте ввиду что это тоже может быть ну и давайте еще один тест проведем следующий тест у нас спайк тест на самом деле мало чем отличается просто нагрузка дается больше и на короткий промежуток времени то есть без каких-то период вот и соответственно здесь зададим другие параметры здесь друзья нужно оставить всего лишь три почему потому что нужно понимать что нужно такое время на прогрев так называемые и если хотите на остывание ну обычно тоже здесь задается немножко там побольше времени 35 минут то есть вот именно 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 вот в этой строчке 35 минут а на прогрев ну там буквально там 5-7 ой в смысле 15-20 секунд 30 секунд чтобы система успела войти как бы в общем все зависит опять же системы можно и за 5 секунд пройти опять же можно ждать что он не вернется а также оставим чисто для тестов для войти тогда запустим сейчас его сохранил и запустим новый тест который называется спайк тест ну и вот перед нами результат он соответственно прошел проценте у нас 204 миллисекунды это очень хорошо на самом деле ну и надо сказать что если здесь увеличить цифры то опять же можно ждать что он не вернется но опять же это будет на вашей совести давайте тогда еще один тест проведем и называется он сок то есть тест на впитывание но тут на самом деле нужно поставить небольшие запросы на очень долгий срок конечно же этого делать не буду но конфигурацию давайте создадим сохранить файл как вот пусть так называется сок-test.js а вот и собственно говоря здесь что здесь соответственно тоже нужно допустим какие параметры что здесь делать пусть будет допустим 16 пользователей допустим 10 секунд дальше 1 час 5 пользователей будет 16 тоже немного теоретически давайте сделаем еще потом 10 минут чтобы допустим 5 пользователей и допустим 5 секунд чтобы было 0 пользователей ну вот такой вот час предлагаем вам тест сделать давайте поставим 30 секунд ну и как понимаете это будет помнится достаточно долго запустить то я его конечно запущу но не гарантирую что есть смысл дождаться результатов ответа на сервис давайте я покажу что он запускается вот он пошел час 10 конечно мы это время ждать не будем ну вот пока он идет скажу вам следующее смотрите на самом деле на самом деле все как бы познается в сравнении и если одни сервисы допустим очень быстрые другие сервисы более медленные не с базами данных без баз данных третий используют микросервисную архитектуру там проходит один запрос через множество сервисов вот отсюда нужно и как бы и плясать да то есть вот те параметры которые вы задаете они должны быть обоснованы потому что если у вас сервис который делает какой-нибудь расчет фотографий или перерендеринг то нагружать его там миллионами пользователей смысла нету нужно масштабировать это в другую сторону и другим образом соответственно зная и понимая какой сервис вы пишете и сервисы и для или там как приложение соответственно вы можете собственно говоря придумать какие варианты тестирования в общем то можно самому себе придумать надо понимать что в зависимости от того какой тест какие тесты быстрые и медленные можно их пихать на продакшен ну то есть в процессе публикации вашей системы на вся и сиди или нельзя и вот тут а сугубо вселичный подход причем момент где в этом видео хотел вас познакомить непосредственно вот самой системой к 6 я еще раз напомню что это из лаборатории разработки графаны очень хороший графический интерфейс для визуализации результатов в общем смотрите друзья все как говорится познается в сравнении поэтому еще раз напоминаю что все на вашей совести не нужно брать реальные примеры которые реально для своих сервисов и и для те примеры которые привел на видео придумайте свои или как минимум у вас будет от чего оттолкнуться я на самом деле с вами на этом прощаюсь напоминаю что вы можете задавать вопросы и писать мне в блог или в наш телеграм-канал также напоминаю что у нас есть несколько каналов где я выкладываю видео ну и в общем то хочу опять же напомнить про благодарности написать в комментарии спасибо это конечно хорошо но его на хлеб не намажешь в общем все как у людей 5 копеек лучше бросьте на на содержание например хостинга колобонка.нет и это будет мне большой пользой все на этом все с вами прощаюсь пишите правильный код и всего доброго увидимся в новых видео и и Субтитры сделал DimaTorzok